На канале Россия Вести Ульяновск в студии Артем Петров. Здравствуйте, мы начинаем. В Новоульяновске заработал новый сушильный комплекс, правда, расположен он на территории колонии строгого режима. Какие возможности даст запуск этой современной установки? Полицейские задержали подозреваемого в череде ограблений и злоумышленник орудовал в дачном кооперативе. Вычислить предполагаемого преступника оперативники смогли благодаря камерам видеонаблюдения. А также в областном центре отметили лучших педагогов дополнительного образования. Почему этот год поможет им еще больше раскрыть свой потенциал? И в Заволжском районе заработал Центр активного долголетия. Какие соцуслуги могут получить пожилые граждане и кто им в этом помогает? На семи участках Ульяновска в этом году построят новые ливневки. Предварительный план включает в себя четыре двора и три участка уличной дорожной сети. Наибольший объем работ запланирован на участке улицы Карла Маркса. По краю дороги и тротуара здесь необходимо проложить 411 метров ливневой канализации, которую подключат к действующей сети на улице Марата. Еще 360 метров трубопровода смонтируют по улице Автозаводской. Коммуникации должны решить проблемы регулярного подтопления близлежащих домов. Системами водоотвода оборудуют перекрестки улиц Роза, Люксембург и Догучаева, Октябрьский и Западный бульвар, дворы некоторых домов на улицах Кузоватовской, Полбиной и Робеспьера. Как сообщили в администрации города, сформированный перечень может быть увеличен за счет полученной по итогам проводимых торгов экономии. В бюджете на строительство новых систем ливневой канализации города заложено 30 миллионов рублей. В Новоульяновской исправительной колонии ускорили темпы деревообработки. Здесь заработал новый сушильный комплекс. Его открытие стало возможным благодаря продолжению партнерских отношений между частным бизнесом и региональным УФСИН. На предприятии изготавливают ящичную тару для Министерства обороны. Запуск нового комплекса позволит ускорить процесс сушки пиломатериалов и увеличить суточный темп сборки. Красную ленту во второй исправительной колонии Новоульяновска разрезают глава регионального УФСИН и директор деревообрабатывающего предприятия. За этими дверями разместили новый комплекс для сушки пиломатериалов. Современное оборудование позволяет контролировать необходимые параметры. Определенная температура, определенная влажность дерева, определенная влажность в кабе внутри. Также можно посмотреть на датчике, какой на данный момент, на каждом датчике влажность температуры, влажность дерева идет. Вот здесь все указано. Решение об установке сушильного комплекса приняли еще в августе прошлого года. Совместно проведены работы по устройству бетонного основания, закуплено необходимое оборудование и стройматериалы. А также вместе УФСИН и бизнес выполнили монтаж котельной и сушилок. Здесь не хватало сушилок для получения леса нужной влажности. Было закуплено новейшее оборудование, новейшие сушильные агрегаты, камеры, которые позволяют на сегодняшний день здесь, на месте, получать лес нужной влажности. Современные технологии позволят увеличить объемы поставок продукции и создать дополнительные рабочие места. На сегодняшний день мы производили 160 ящиков в смену и было задействовано 45 осужденных на данном производственном участке. Монтаж и запуск в работу сушильной камеры позволят нам увеличить производство ящичной тары до 250 штук в смену и, соответственно, трудоустроить 65 осужденных. Сегодня у второй исправительной колонии заказ на изготовление 21 тысячи ящиков. Осужденные, которые задействованы на производствах, могут выплачивать ущерб, нанесенный государству или гражданам, нарабатывать трудовой стаж и накапливать страховую часть пенсии. Все это важно для их последующей социальной адаптации после освобождения. Елена Тимонина, Артем Петров, Дмитрий Емельянов и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Ограбил дачников на 100 тысяч рублей и скрылся на такси. Ульяновские полицейские задержали подозреваемого сразу в нескольких кражах. Все они совершены на улице Калинина, микрорайона Нижняя терраса. По версии полиции, злоумышленники повредили оконные рамы в трех строящихся домах, проникли в помещение и похитили различные имущества. Часть похищенного даже успели реализовать, однако грабители попали в объектив камеры видеонаблюдения. Фигурант похитил имущество и сложил все неподалеку от места происшествия. После чего обратился к своему знакомому с просьбой помочь в погрузке его вещей, которые остались после ремонта, которые он проводил в дачных домиках. Погрузив в такси часть похищенного, злоумышленник уехал, а за оставшимся планировал вернуться. По факту кражи возбудили уголовное дело. По ходатайству следствия злоумышленника заключили под стражу. Начальную военную подготовку с пятого класса одобряют шесть из десяти жителей Ульяновска. Это данные опроса сервиса по поиску работы. Уже со следующего учебного года такой курс начнут преподавать в школах с первого по одиннадцатый класс, а также училищах, техникумах и колледжах. Поддерживает эту инициативу Минпросвещение 65% жителей Ульяновска, против выступают 29%. Главными аргументами стали нежелание военного будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета. Сторонников этой инициативы оказалось больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет. Курс начальной военной подготовки с пятого класса одобрили 57% ульяновских родителей. В региональном центре общественного здоровья приглашают пройти бесплатное скрининговое обследование. Это могут сделать как взрослые, так и дети в целях профилактики. Благодаря скринингу выявляются факторы риска развития неинфекционных заболеваний. К ним относят сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и глаз. Результаты анализов выдаются сразу же. Для обследования сердца, к примеру, применяют кардиовизор. Он дает визуальную картинку органа. Обследование биоимпедансметрии, то есть это определение состава тела человека, то есть это определение жидкости, мышечной массы, жировой массы в теле, обмен веществ, параметр обмена веществ у каждого конкретного человека, пациента. И тоже выдается заключение с рекомендациями. Далее обследуем дыхательную систему, то есть это объем легких. После всех видов обследования терапевт дает заключение и рекомендации. Обследование проводится на средства фонда обязательного медицинского страхования. Перед сдачей анализов рекомендуется пройти флюорографию по месту жительства. Наш центр здоровья располагает мобильным центром здоровья. То есть весь комплект оборудования, который вы сейчас здесь посмотрели, он есть у нас в мобильном центре здоровья. Это такая большая машина, которая ездит у нас по муниципальным образованиям. И вот более 50% своего рабочего времени наш центр здоровья работает именно в муниципалитетах. Потому что сложно пройти обследование, допустим, жителей отдаленных сел. Ульяновцам, чтобы пройти обследование, нужно записаться на прием по телефону. В назначенное время им нужно явиться с паспортом и полисом ОМС. Анализы проводятся натощак, а результаты можно использовать для прохождения диспансеризации по месту жительства. В Ульяновске наградили лучших педагогов дополнительного образования. Это те люди, которые ежедневно помогают молодежи раскрыть свой потенциал, выявить скрытый талант или даже определиться с будущей дорогой по жизни. В регионе таких педагогов-наставников сотни. Мы активно развиваем талантливую молодежь, наших талантливых школьников. Но не стоит забывать о том, что за каждым талантом стоит учитель, стоит наставник. Вот эту систему развития наставничества и поддержки, популяризации наставничества как раз и акцентируем. В том числе и сегодняшние мероприятия. В этом году специалисты отрасли будут во внимании намного чаще. 23-й год объявлен годом педагога и наставника. По замыслу авторов это повысит статус профессии и поможет развить интерес молодежи к педагогике. Впереди учителей и наставников ждет множество мероприятий, от профильных семинаров до профессиональных конкурсов. В Заволжье открылся центр активного долголетия. Его создали на базе ТОС «Менделеевский». Отныне общественники предоставляют социальные услуги пожилым гражданам, а помогает им в этом регион. Подробности у Эдуарда Истомина. Галине Давыдовой всего 80. Она без ума от суставной гимнастики. Одно из упражнений выполняется под величественный вальс. Физкультура под классику вдохновляет Галину Федоровну. Вот я представляю, что я выйду на бал в таком роскошном платье и буду красиво вальсировать, несмотря на свои годы. Вальсы Штрауса бессмертные. Она возбуждает в душе только самые лучшие, самые светлые чувства. Другие упражнения также во благо и особенно опорно двигательному аппарату. Жизнь у местных пенсионеров налаживается. Да так, что хочется петь хором. Такого снегопада, такого снегопада, давно не помнят внешние места. Другой же момент забыть трудно. Не так давно ТОС Менделеевский внесли в реестр поставщиков социальных услуг. Деньги на досуг пенсионеров стала перечислять соцзащита. Так образовался клуб серебряного возраста. Начали уже тренировки, водные занятия по скандинавской ходьбе на улице. Также мы занимаемся рисованием, лепкой, изготовлением кукол и бесплатной консультацией рисков. И это помимо пения и гимнастики. В ассоциации ТОС считают, что у Менделеевского верное направление. Всего же в области в лице ТОС уже 30 поставщиков социальных услуг. А это реальная помощь пожилым. Из них 16 ТОСов уже активно оказывают социальные услуги. Это рекорд. В всей территории Российской Федерации всего лишь, наверное, кроме Ульяновской области, только Краснодарский край включился. И то при нашей помощи. ТОС Мостовая Слобода также поставщик социальных услуг. Его активисты, кроме фирменного пряника, передали коллегам из Менделеевского проднабора. Продуктам полагались грамоты. Их пенсионерам вручил председатель ассоциации ТОС. Эдуард Истомин, Александр Рассохин. Вести Ульяновск. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. Тему родного края раскрыли в ароматных супах, закусках и ярких десертах. Кулинарный батл провел техникум питания. Студенты представили на стол жюри блюда, которые готовили хозяйки еще в эпоху советов и даже раньше. Об исторических рецептах Эллы Шахова. Профессиональный конкурс будущих поваров называется «Про-регион». Студенты третьего и четвертого курсов воплощают в кулинарные шедевры рецепты сборника фирменных блюд Ульяновской области. Я готовлю курицу тушеную в сметане с орехами, с грецким орехом. Как гарнир у меня идет картофельное пюре и тушеные овощи соус апельсиновый. Участники батла используют продукты, которыми наш регион славился всегда и без которых не обходился ни один рецепт. Это корнеплоды, тыква, яблоки, слива, ягоды. Кроме того, наш город на Волге известен и рыбными блюдами. Стерлить и осетр, которые вылавливали в Ульяновске, везли именно к царскому столу Симбирска. Вплоть до 2016 года везли туда. Стандарты приготовления блюд прошлых лет актуальны и сейчас. Единственное, современность отличается технологиями. Применяют их и на батле. Используют они новую кулинарную технологию фудпэринг. Это применение продуктов, не сочетаемых по вкусу. Сочетают они каким образом? Подбирают тепловую обработку, специи, пряности. То есть улучшают их вкусовые качества и видоизменяют. Критерий оценки приготовленных блюд несколько. Санитарное состояние рабочего места и внешнего вида повара. Умение работать с оборудованием. Применение и использование новых видов технологий в обработке и самом приготовлении. Тот самый фудпэринг. А также креативный способ подачи блюд. Но и это не главное. Сердечка. Потому что мы должны готовить. Илла Шахова, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Полмиллиона туристов посетили Ульяновскую область за прошлый год. Внутренний туризм сейчас привлекает людей по всей стране. Люди, знакомясь с соседними регионами, отправляются в путешествие в другой конец России. Чем сегодня удивляет Ульяновск, знает Марина Тимофеева. И вот так вот. Раз. С циклей в руках и в рабочем фартуке на несколько часов посетители Ульяновского музея балалайки вот так погружаются в редкое ремесло. Объединяя промышленное производство и культурное наследие, здесь создается музыкальный туризм, привлекая в него весь мир. Мы слышали здесь внутри музея людей на разных языках. И люди едут в регион иногда только за этим, за тем, чтобы посмотреть, как выглядел раньше инструмент, чем он дышит сейчас, кто его делает и вообще, как люди с ним взаимодействуют. Вот такая щипная игрушка появляется через два с половиной часа под чутким руководством музыкального мастера. Здесь же помогут и расписать фольклорный инструмент. Сегодня ульянский туризм меняет облик. Еще в советское время он был одноликим. Ежедневно только в дом музея Ленина приезжали до пяти тысяч туристов. Его посетили все лидеры социалистических республик. На полном серьезе решался вопрос о создании дубликата дома музея Ленина. Потому что поток был такой, что приходилось два раза в году делать ремонт. Потому что туристы сносили буквально все полы. Видите, отчет за 1971 год. Побывало у нас 3530 туристов из Германской генократической республики. 870 тысяч Словакия, Купа 266. Профессия гида была одной из самых востребованных. Экскурсии для туристов проводили даже врачи и учителя. К столетию Ленина были открыты все ворота Ульяновского края. Железнодорожный вокзал, речный порт, аэропорт и автовокзал. Но главной туристической тропой стала Волга. Каждый день к пристани подходили до 13 теплоходов. Сегодня сложно представить такие цифры. Но круизная история вновь набирает обороты. Большие планы по развитию проекта «Великий Волжский путь» – это тоже в копилку круизной истории. Но здесь уже задача связать города. Связать города быстрым, быстроходным флотом – Самару, Казань, Ульяновск. Теперь не только речные просторы затянут в Ульяновский край, но и ее природа. Для тех, кто готов развивать этот вектор, дают финансовую опору. Татьяна Каравашкина еще два года назад вошла в туризм с активным экстремальным отдыхом. Расширить маршруты помогли выделенные федеральные деньги. Планируем, чтобы каждая трасса была в определенном месте каждого сезона. Летняя трасса у нас на Свияге. Весеннее-осеннее у нас вдоль Сланцевого родника, там где Ундары. Вся региональная отрасль туризма меняет представление об отдыхе. Там, где когда-то все трупы складывала одна личность, сегодня открываются тайны юрского периода. Дорога прокладывается, дорога к саду огромных камней. История 19 века прямо в центре города. Направление меняется и в сторону промышленного, событийного, природного туризма. Ульяновск хранит в себе еще множество секретов. Раскрывайте их в новом туристическом сезоне 2023. Марина Тимофеева, Александр Асохин, 200, Ульяновск. Танцуют все. Школьники решили сделать альбоматор территории позитива, радости и дружбы. Для этого придумали и уже реализуют социально-образовательный танцевальный интенсив. Задача проекта – решить проблему разобщенности детей и родителей, а также проблему буллинга в школе. Региональное министерство просвещения выбрало для этого проекта учебные заведения, где есть проблемы в детском коллективе. Танцуют все. Это уникальный инновационный региональный проект для школьников. В нем приняли участие 10 пилотных школ в шести муниципалитетах. В Индинском, Чердоклинском, Цельнинском районах и Ульяновске. Среди них городская гимназия номер 30 имени Железной дивизии. Танцевальный интенсив действует уже год. На его реализацию ушло около 1 миллиона 200 тысяч рублей. На эти деньги закуплено в том числе и музыкальное оборудование. Школы сами выбирали, то есть они сделали заявки, какое оборудование нужно какой школе. Например, вот 25-я школа за Свиягой. У них очень старинный такой радиоузел еще таких советских времен. И мы постарались купить туда оборудование, чтобы его как-то поддержать в хорошем состоянии, отремонтировать. В 15-ю школу был куплен микшерный пульт. Для большинства школ, как и для 30-й гимназии, были закуплены колонки. В учебных заведениях создали танцевальные клубы, где старшие школьники, а иногда и хореографы, учат танцевать ребят из младших классов. В общем, танцуют все, от мала до велика. И танец ребят объединяет. На детей влияет, я считаю, что положительно. Они радостные, они меняются, они очень дружные, они сплоченность, они друг за другом, прям горой стоят. Если у кого-то не получается, они остаются, показывают. Пока не получится, они домой, наверное, не уходят. Школьные мероприятия, которые связаны с родителями. Мамы, папы, они все танцуют у нас. Ну ладно, мама, папа и бабушки танцуют. Сначала в танцевальный клуб гимназии пришло 5 детей. Через год их стало в 10 раз больше. Мне нравится, потому что здесь легче, здесь можно отдохнуть, кайфовать. И, ну, круто вообще. Занятия танцами проходят несколько раз в неделю после уроков. А еще во время перерывов танцевальные дэнс-перемены в стиле «Джаст Данс». Просто танцуй. Фила Шахова, Сергей Свежников, Вести Ульяновск. На юбилей подарили книгу. К 80-летию Ульяновской области выпущен сборник «Родина в наши впадает сердца». Его презентация и передача в библиотеке региона прошла в торжественном зале Дворца книги. Чем нам дорог этот сборник? Ну, все-таки 56 авторов. Это много. Это голоса единые. Это ручейки в нуре. Он дорог нам своим трепетным отношением к своему прайку, к Волге. Сколько диковин, сколько прекрасных мест в Ульяновской области. И когда открываешь эту книгу и читаешь, листаешь ее страницы, думаешь, а сколько действительно радостей, сколько прекрасных мест и какая любовь вложена в эти строки. Пейзажная и патриотическая лирика, краеведческие эссе, исторические повести, репортажи о достойных людях области, об интересных культурных событиях и праздниках. В сборнике собраны произведения опытных и начинающих литераторов. Всех их объединило желание воспеть свою малую родину. Такие сборники вообще-то в нашей области регулярно нужно выпускать. Ну хотя бы по юбилеям, потому что в этом году мы отмечаем не только 80 лет Ульяновской области, но и 375 лет основания Симбирска. Это тоже значимая дата. И хотелось бы, конечно, к этим юбилейным годам каждому, чтобы выходили такие сборники. Сборник будет доступен в школьных, государственных и муниципальных библиотеках региона. Бунт бессмысленный и беспощадный. К 250-летию начала Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева в Краевическом музее представили выставку. В экспозиции уникальные материалы, например, гравюра, ставшая первым реалистичным изображением города. На соседних стендах образцы русского огнестрельного и холодного вооружения времен бунта Емельяна Пугачева. Один из ценных экспонатов – савля Есаула Ильи Огурчикова с дарственной надписью. Ее пожаловала императрица. Заветную службу в Петербурге эта савля и была ему пожалована. У нас нет информации о дальнейшей судьбе этого Есаула Яйцкого войска. Напомню, что именно на Яйке и началось Пугачевское восстание спустя 4 года после вручения этой савли. Мы не знаем, как сложилась судьба этого человека. Присоединился ли он к Пугачевскому войску, а многие казаки действительно входили в состав этого войска. Ну или же все-таки Огурчиков остался верен присяге. Конечно, центральный экспонат выставки – живописный портрет Емельяна Пугачева – копия с портрета, написанного в Симбирске осенью 1774 года. Единственный написанный с натуры неизвестным симбирским художником. Полотно было отправлено в столицу и выставлено на всеобщее обозрение. Портрет доказывал, что человек, изображенный на нем, – не воскресший император. На выставке представлены документы, где также отражены последствия Пугачевского восстания, списки убитых и описания опустошенных церквей и соборов. Чемпионат Ульяновской области по плаванию для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в областном центре. Вводную стихию покоряли 70 участников, и каждый в своей категории. У кого-то проблема со слухом, у кого-то со зрением, кто-то не может ходить. Аслан Тандривердиев только полтора года как стал пловцом, но уже бьет собственные рекорды. У меня есть третий разряд, и мечтаю стать паралимпийским чемпионом. Спортсменам предстояло проплыть дистанцию в 25, 50 или 100 метров, и, конечно, показать лучший результат, чтобы войти в сборную Ульяновской области. Это дает прогрессив, у них идет мотивация, они уже растут на более высокие результаты, ждут этих соревнований как праздника, поэтому они нужны нам очень. Очень мало выездных соревнований, ну и чемпионат области у нас проходит один-два раза в год. Следующие областные соревнования планируют провести уже в феврале. На этот час у нас все вести. Спасибо за внимание. Увидимся. Очень захотелось апельсином. Фильм вообще потрясающий, я просто в восторге. Мы вдохнули, выдохнули, улыбочка. Фильм обалденный, просто добрая сказка. Для того, чтобы всех удивить, надо сделать такое удивительное. Гениально. Сегодня в Ульяновской области ожидается малооблачная погода без осадков. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем по области минус 5-10, в Ульяновске минус 6-8. Редактор субтитров А.Семкин